Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 12, вопрос 2712. «Могут ли монахи дать дельный совет о воспитании детей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Они-то и дали самые дельные советы. Говорю не о всех, а об истинных служителях Божьих. Родители наших детей нередко жалуются на безрелигиозность детей больших и малых. На нежелание их молиться, на их малую верность преданиям церкви и даже самим основам веры. Не любят храма, смеются над святыней. Несомненно, все это есть. Но вот серьезный вопрос. Одни ли дети виноваты в таком отношении к религии? Что в семьях мирских, интеллигентных? Дети вырастают в сущности язычниками? Это понятно. Там родители, даже если они сами хранят остатки веры, они не умеют и не считают нужным выявлять свое религиозное чувство. Да и проявляется оно в них только при чрезвычайных ситуациях. Их дети несчастны, у них не остается в памяти молящейся матери, не будет воспоминаний о церковных службах под великие праздники, не будет потребности соединять понятия о празднике с религиозным подъемом. Им не знакомо чувство того восторга и уныния, какой охватывает родителей в минуты глубокой искренней молитвы. Эти дети обкрадены душевно. У них навсегда отнята величайшая радость веры и движущая сила надежды. Еще более нечего говорить о семьях, где ярко подчеркивается полное углумление над верой и уставами церкви, над христовым ликом и его святыми заветами. Где в таких семьях вырасти вере живой и животворящей? Но вот семья религиозная, набожная, любящая храм, и все-таки дети не хотят веры, тяготятся ее обязанностями, не чувствуют ее силы. Почему? Я когда-то уже говорил о религиозном воспитании, его требованиях и методах. Не хочу повторяться, теперь скажу немногое. У детей, у которых только что просыпается чувство религиозное, главное и серьезнейшее религиозное ощущение – это близость к Христу, владычице, святыне. Они чувствуют их как живых, родных и близких. Вместо идеи божества, как духа, вместо религиозного понятия – у них есть образ, который при том строится из впечатлений семейной жизни. Но, так сказать, очисть очищенных и облагороженных. Бог для них прежде всего – Отец Небесный. Вот почему у детей устанавливаются те наивно простые и доверчивые отношения к Богу, какие уже немыслимы ни в какую другую пору жизни. Выражением этих отношений служит молитва. Если молитва состоит из хвалы, прошения и благодарения, то первый элемент у детей совершенно отсутствует, так как он представляет достояние более развитого религиозного сознания. Третий элемент довольно слаб. Основу детской молитвы составляет прошение, или лучше сказать, просьба. Молиться для детей значит просить и только изредка благодарить. Прислушайтесь к молитве детского возраста. Вспомните свое собственное детство, и перед вами развернется любопытная картина психического настроения. Дети с полной верой в возможность исполнения просят в молитве о таких вещах, о каких, например, молился маленький Иртеньев. Молиться об игрушке, о новом удовольствии, о всех, кто близко, кончая куклой. И эта наивная молитва сопровождается чувством глубокой любящей веры. Это неколеблющаяся и сомневающаяся вера взрослого, неразрывно связанная с тревогой и боязнью. Это твердая уверенность, уже заранее дающая радостное удовлетворение. И даже в том случае, а такие случаи, конечно, очень часты, если выраженное в молитве желание маленького человека не исполняется, это нисколько не нарушает гармонию его религиозного сознания. Это так, сегодня, думает ребенок. Ну, а завтра непременно пришлет мне то, о чем я попрошу. И какое удовлетворение дает душе их молитва? После молитвы, говорит Толстой устами Иртеньева, завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистотой, чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Дети живут в теплоте богообщения. К детям прилетает ангел-утешитель, с глубок, с улыбкой утирает их слезы, навевает святые грезы неиспорченному детскому воображению. Дети знают, что около них всегда находится Всеблагой и Всемогущий Бог. Который любит их и готов исполнять все их желания, все, о чем не попросишь. Какая радость в этом успокоительном сознании, прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства. И этот охват религиозным чувствам является для детей источником глубокой радости. Они испытывают положительное наслаждение благодаря религиозной эмоции, состоящей из сладостного волнения, неясности и любви, направленных на объекты сверхчувственного мира. В этом их огромное преимущество перед взрослыми. Эти последние слишком редко испытывают эмоцию религиозной радости и умиления, тогда как у детей она является обычной. Матфея, 11 глава, 25 стих. Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Несмотря на слабую их сознательность, отношение детей к таинствам глубоко и проникновенно, и, главное, радостно. «Ко мне возвратилось предисповедью чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его». Дальше прибавляет. «Я пробыл не более пяти минут у духовника, но вышел оттуда счастливым. Рассказывает о детских годах герой, детство и отрочество. Много счастья доставляют детям праздники или дни религиозных торжеств. Во все времена и у всех народов дети являются непосредственными и деятельными участниками таких праздников. Причем их радость и восторг обыкновенно бывают глубже, длятся и выражаются дольше, чем у взрослых. Они в праздник ждут Христа, ждут с радостью и страхом. Такое ожидание достигает у них особенного напряжения, главным образом накануне праздников Рождества и Пасхи. Им тогда все кажется, что это чудо постепенно надвигается, готовая вот-вот раскрыть тайну свою, чтобы согреть и озарить существование всех людей каким-то неведомым счастьем, что должен прийти кто-то светлый, дающий радость и возрождающий к новой жизни. Это желанное пришествие чудится им и в ярком мерцании зимних звезд, в далеком небе и в дыхании весеннего ветра, и в первых проблесках утренней зари, и в торжественном гуле колоколов. Нет надобности разъяснять, что это ожидание относится в одном случае к родившемуся, а в другом – к воскресшему Бога-человеку. Как видим, религиозный фундамент детской души довольно прочен. Старообрядческая семья свободна от упрека в том, что обкрадывает душу ребенка. Она еще, слава Богу, хранит любовь к вере, и ее обстановка воспитывает религиозное чувство. Лампады перед святой иконою, которую так любят дети, фимиам, с которым отец обходит по комнаткам по утрам, тишина молитвы перед светлым киотом, чинное и серьезное отношение к таинственному акту – все это выводит ребенка в настроение серьезной, нелегкомысленной религиозности. Воспитывает отношение к молитве как к серьезному долгу. Посещать храм он считает долгом, необходимым делом. Говорят, что при учении к обязательной молитве, заучивание мертвой молитвы, строгая религиозная дисциплина, посещение храма опасны для детей. Вызывают в них отвращение к молитве, родят механичность ее, религиозный формализм. Если в этом правда, мы думаем, что в деле религиозном нужна и идея обязанности. Даже подвига, нужна воспитанность в церковном порядке, нужна и идея принуждения себя к религиозному действию. Если ребенок уснет за длинной службой в великий праздник, пусть и спать хорошо в святом воздухе. Но во всяком случае нужно помнить, что ребенок есть ребенок, и психика взрослого не его психика. Для того, чтобы создать у ребенка любовь к храму, к Богу, к молитве, мало приучить к ней, нужно сделать прочными основы его религиозности. Если самое существо ребенка, так сказать, религиозно, если душа ребенка сама по себе стремится к благому Богу и ощущает его, то это еще не все, что нужно. Нужна активная работа семьи, чтобы эта религиозность не была погашена в самом детстве, даже до школьного возраста. Нужна любовь сделать сознательной, обоснованной, растущей, переходящей в устойчивый опыт жизни. Мы сказали, что дети любят образ Бога, благостного и светлого, близкого к нам, небесного друга, любят Христа, благословляющего детей, берущего их на руки свои. И любовь эта передается им в религиозной семье, так сказать, в воздухе, в касаниях религиозности близких, просыпающейся даже у малорелигиозных в сношениях с детьми. Именно эту веру нужно развивать еще до школы, показывая Господа во свете его благости. Первым учителем ребенка должна быть семья, мать. Мы полагаем, что необходимость женского образования более всего обусловливается ее обязанностью учительницы веры. Мать всю систему откровения должна раскрыть, как царство любви Божией. Один писатель дает хорошую схему этих занятий с ребенком. Учит его мать, или отец, или старшая сестра. Исходный пункт – история спасения. То, что называется Ветхий и Новый Заветы. Это, однако, не то преподавание с запоминанием, как в школе. Здесь нет ничего похожего на урок. Преподаватель не задает. Он не задается целью рассказать ребенку непременно столько-то и столько. Для него довольно немногого, но это немногое, он сумеет запечатлеть навеки в уме и сердце своего малютки. Он не томит его рассказом в течение часа, напрягая до крайней степени его внимание. И не подавляет его массой подробностей. Нет, только два-три образа, представленные в одной картине. И занятия оканчиваются. Если ребенок сам не обнаружит настойчивого желания продолжать его. Лучшее время для урока – вечер. Ребенок уже устал от беготни дня. Его уже не тянет ни в темный сад, ни в лес, ни в поле, окутанное ночной мглой. Тишина вечера, мирный свет лампы на рабочем столе – все это успокаивает его внешние чувства. И он невольно поддается созерцательному настроению. Вот почему эти часы – самые лучшие для того, чтобы обратить думы и чувства ребенка к вечным интересам человеческого сердца. Теперь, вслушиваясь в рассказ матери, он уже не будет, помимо своей воли, прислушиваться к пению птиц в ближней роще или следить за радужными переливами солнечных лучей. И в эти часы ему передают историю человека. Рассказывают о том, как создана волей Господней Земля, как появился человек, как жил он вблизи Господа, согрешил и был лишен милости Божьей. Затем о том, как ждали люди Христа, как боролись в мире добро и зло, о падении сильных, их грехах и подъеме, испытаниях и покаянии. Вот перед глазами ребенка Давыд, хранимый Богом, вот благостная вдовица Сидонская, ее ребенок. Вот перед умственным взором Исаия, вступающий за обижаемых бедняков, вдов и сирот, скорбящий о нечестие своего народа, о взаимной злобе и вражде, и страстно ожидающий того времени, когда придет Искупитель, когда все народы соединятся в одну великую семью. Настанет мир на земле и в человеках благоволение. Вот обетование пророков о Христе грядущем, а вот и Он во свете лика своего, Его мать, Его апостолы. Конечно, учащий сумеет пояснить своему ребенку, как люди нуждались в Христе, как жаждали Его пришествия. Нужно было научить их, как жить, открытием блаженства взаимной любви, единения и братской помощи ближнему своему. Само собой разумеется, что не все рассказы Ветхого Завета должны подлежать передаче, а только те, которые особенно способны внушить доверие и любовь к Богу в детском сердечке. Приготовить его к проповеди Господа Христа. Точно так и в рассказах о самом Христе. Нет нужды в больших подробностях. Во-первых, нужно не столько излагать новозаветное учение, сколько рисовать перед умственным взором ребенка образ и дела великого учителя и уже отсюда выводить учение любви и сострадания. Благодаря таким беседам ребенок сроднится с божественным лицом Христа Спасителя. И у него явится глубокая потребность сблизиться с ним, жажда постоянного общения с ним в молитве, которая может давать ему всю сладость религиозной эмоции. А далее, рассказы о святых, о мучениках, об их крови, из которой цветы расцветали, о великих милостивцах. Павлине Ноланском, Филарете и Иоанне. Трудно измерить всю меру влияние этих рассказов, если их передает любящее сердце и уста матери. А рядом нужно учить ребенка сознательной молитве, учить его благодарить Бога за все доброе, а просить больше для других, чем для себя. Нужно научить его думать во время молитвы о других существах, нуждающихся в его помощи и заступничестве. Объектами такого заступничества могут быть близкие ребенку, больные, родные и знакомые, нищие, убогие, вообще все страждущие. Во время молитвы за таких людей ребенок будет наслаждаться живым сознанием своего заступничества, своей нравственной силы, вместе с тем ему следует напоминать об отшедших отцах и братьях, то есть об умерших. Установление живой связи с ними во время молитвы особенно желательно. У ребенка была бабушка, сестра, няня, теперь уже умершие. Он пользовался их любовью и ласками. И так пусть он сохраняет уверенность, что их любовь остается вечной и за гробом, и что он, в свою очередь, может оплачивать им за нее молитвою веры и любви. Так воспитывали своих детей святой Макрина, святая Моника, святая Нонна, и дети их слава мира. Так часто воспитывали в нашей старой семье. Описывает детство Лизы героиней романа «Дворянское гнездо». Тургенев говорит, что на ее религиозное воспитание особенно повлияла старушка-няня. Она рассказывала ей житие при чистой девы, отшельников, мучеников. Говорила важно и смиренно. Лиза ее слушала, и образ вездесущего, всезнающего Бога, с какой-то слезной силой втеснялся в ее душу. А Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Она и молиться ее выучила. Понятно, что для такого обучения нужно и знание, и умение выбирать из огромного запаса откровения. Нужно, например, настоятельно выяснить, что служители Бога, действовавшие в истории, суть прежде всего представители нравственного начала, что они боролись и страдали, и кровью венчались для осуществления царства любви и мира на земле. А так как это царство еще не пришло во всей силе, и среди современных людей еще много неправды, страданий и слез, то не ясно ли, что все мы должны продолжать это радостное дело «Служение добру», которое завещали нам великие учителя. О, Станин! Но хотя для матери поэтому нужно образование, однако чуткое любящее сердце сумеет рассказать, что нужно ребенку. Нужно далее ввести детей в сознательную радость праздников. Наиболее важное условие для подобного радостного возбуждения – детской души. Это, мы сказали, есть собственная настроенность старших членов семьи в дни религиозных торжеств, их благоговейный интерес воспоминаемым лицам и событиям. Но рядом с этим нужно суметь простыми словами объяснить смысл праздника и его святые службы. При таком обучении полюбит ребенок Бога и участие в службе ему перестанет быть в тягость, если не превышает его детских сил. К сожалению, не всегда так идет воспитание в старообрядческой семье. Конечно, мы говорим не о недостатке систематического обучения веры. Это дело нелегкое, пока не готовятся к нему отцы и матери. Нет, даже простое участие к религиозным интересам детей часто нет. Старообрядчество не склонно допускать у ребенка молитвы, иначе как уставной, по книжке. Простые отношения ребенка к Богу часто кажутся старообрядческой семье неприличными, недозволенными. Требуется буквенная молитва, чужая и непонятная. Конечно, дети обманут и помолятся потихоньку по-своему, но нужно поощрять их к молитве своей сердечной, пока дети не поймут, что и в церковной вселенской молитве есть все. Без свободного отношения к Господу детская молитва может поблекнуть, потухнуть в духе своем. Затем, и это еще важнее, старообрядчество часто склонно показывать детям Бога сурового, грозного, непохожего на того, какого они любят в мечтах своих. А вместе иногда налагают на детей бремя религиозной повинности в большей мере, чем они могут понести. Повторяю свои старые слова. Надо остерегаться в деле религиозного воспитания детей, впасть в ошибку Саула. Посылая подростка Давыда на великана, Голиафа, он облек его в свои тяжелые доспехи. Первая царств, 17 глава, 38-39 стих. И одел Саул Давыда в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давыд мечом его. Сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давыд Саулу, «Я не могу уходить в этом, я не привык», и снял Давыд все это с себя. Не по плечу оказались доспехи взрослого воина подростку-пастуху. Он не мог в них свободно двигаться, не может свободно двигаться и ребенок в религиозности взрослого. Между тем, некоторые родители именно готовы облечь своих детей в тяжелые доспехи не по плечу. Мы уже рассказывали в нашей книжке «Как спастись в миру?» о плодах суровой учебы в деле религии. Помните там пересказ печальной повести Васи? Рассказ Васина вера. Повторим его содержание коротко. Отец Вася религиозен и религиозно суров. Его бог строг, его правила богоугождения неуклонны. До бедней пить воду нельзя ни в каком разе, слышишь? И в этих случаях отец Васи прибавлял «Грешно, Бог накажет, слышишь?» «Пасты первое дело», любил говорить он, «без них спасения не видать, то есть ни-ни». Сочельник перед Рождеством Васин отец всем домашним строго запрещал есть что-нибудь до первой звезды. Если Вася в таких случаях просил корочку хлеба, ему говорили «Что ты, что ты? Не хрестнешь-то? Смотри, Бог накажет!» Глубокую ночью Васю будили на полуночную, на полуночницу пятилетнего. Глаза слипаются, кровавые круги в глазах, а стоит. А в церкви во время длинных служб взрослые стоят, привыкли, им служба понятна, другое дело ребенок, слабы его ноги и голова. «Тятька!» «А, тятька!» «Я устал, ноги болят!» «Нельзя!» «Нужно стоять!» «Встань и молись, тогда легче будет!» «А то смотри, Бог накажет!» Вася вставал и молился, чтобы у него перестали болеть ноги. При этом Вася ждал, что вот-вот ноги у него пройдут, и ему будет хорошо и весело. Но ноги у Васи продолжали болеть, и он удивлялся. «Зачем Бог такой жестокий?» «Ведь Вася и посты соблюдает, и отца слушает, и молится». Как будто досада на что-то входила в детское сердце. И тогда ему неодолимо хотелось сесть на корточки и совсем отвернуться от икон, не смотреть на Бога. О Боге, как о судии, который за каждый грех наказывает, говорили Васе так много, что затемнялся ласковый лик Христа. Васе часто снился ад, в котором клокотали красные волны огня, и в страшной пляске кружились всевозможные чудовища. Часто эти чудовища как будто не замечали Васю, и он только в ужасе наблюдал их дикие движения. Но иногда из среды адских чудовищ выделялось какое-нибудь одно, устремляла на Васю свои кровавые глаза и долго смотрела на него неподвижно, а потом тихо, крадучись, покошачьи, приближалась к нему ближе, ближе. Момент, и перед Васей раскрывается огромная чудовищная пасть и зубы, похожие на гвозди, вбитые в заборе на дворе, вот-вот вопьются в Васина тело. На другой день Вася просыпался поздно и прежде всего думал о Боге. Какой Бог страшный, как Он больно наказывает. Ему страшно становилось ложась смотреть на икону. А что, если отвернуться от иконы? Что, если и нет никакого Бога? Господи, какой я грешный, думал он и начинал молиться. И он молился, молился, но преступные мысли и желания обуревали его, окутывали его со всех сторон. Ужас овладевал Васей, и ему хотелось бежать куда-нибудь далеко-далеко, туда, где нет ни страшного Бога, ни выслеживающих глаз Отца. Судорожной рукой делал Вася в темном углу своей комнаты крестное знамение. До боли нажимал пальцами на лоб, на плечи широко раскрытыми, полными испугой и отчаяния глазами, смотрел на иконы, и с иконы взирали на него суровые глаза. Внести в душу ребенка это смятение, боязнь Бога, ужас перед его законом, страшно от того, кого боятся, сумеют уйти. Заложить в ребенке религиозное чувство еще не значит окончить дело религиозного воспитания. Нужно сделать, чтобы религиозность поддерживалась делом, чтобы настроение Божие наполняло всю жизнь. Нужно хранить в семье атмосферу деятельной религиозности, то есть хранить не только религиозность чувств, но и религиозность жизни, отношений к ближнему, религиозность и чистоту мысли, слова и дела. Да, родителям нужно следить даже за своей мыслью, настроением, выражением лица. Дети чутки и уловят противоречия слову Евангелия во всяком злом проявлении душ их окружающих и сознание этой разладицы тлят их душу, их веру. Подражание есть психологический закон, и подражанием усвояется не только чужое дело, но и чужая мысль, чего не воспринимает дитя бессознательно из окружающей его духовной атмосферы. С каждым отцом и с каждой матерью может случиться, что вдруг невинное дитя выскажет такую мысль, которая весьма основательно испугает родителей, и они, растерявшись, спросят, откуда взял это ребенок. Наши мысли способствуют созданию той духовной среды нашего времени, в которой возрастают наши дети. Мы создаем ту духовную атмосферу, в которой они живут. Надо стараться, чтобы она оставалась чистой. Сущности воспитания имеют лишь одну задачу. Очищай духовную атмосферу ребенка. Не заражай воздух, которым дышит дитя, дурными помышлениями гнева, страха, ненависти, чувственности и тому подобное. Не проходите мимо ребенка с темным лицом, это положит злое семя в его душе. Это говорил еще Достоевский. Духовно чистая атмосфера служит положительно дезинфекцией для детских душ. Дело ведь не в передаче только религиозных познаний и навыков, которые являются лишь средством, а не целью. Истинная цель религиозного воспитания есть развитие служащей Богу души, которому ничто не способствует в такой степени, как атмосфера воспитателя. Детей нужно учить делам добра опытно, практикой добра. Религия есть не только молитвы словом, она есть Божье дело. Дело тех, кого ребенок чтит религиозно, Господа и святых. Должно быть и его делом. Отсюда разрушает веру всякий совет, всякий приказ дела противного вере, то есть морали христианства. Нельзя воспитать человека религиозного, не воспитывая в нем человека нравственного. Воспитывая в ребенке не человека христианина, а обыкновенного язычника в разумлении жизни, внушая ему языческие взгляды на жизненную борьбу и ее способы, мы, конечно, не можем сберечь его религиозную душу. У ребенка самое большое остается религиозность привычки, то есть в сущности лицемерие. Ведите детей в идею Царствие Божие делом. Покажите им возможность активной работы в добре, в условиях их детской жизни, в условиях жизни школьной и вы укрепите веру их. Серьезный вопрос представляет опасность для детской веры со стороны школы, где возможно нападение на веру от имени знания, со стороны учеников, а пожалуй и преподавателей. Если ребенка станут убеждать, что основные взгляды религии на происхождение человека, например, ложны, что Библия полна неправды, то, конечно, возможно подорвать его веру. Как быть в этом случае? Бояться из-за этого школы, конечно, нет оснований. Такие искушения всегда будут и вне ее, но принимать меры против опасности необходимо. Нужно приучить детей обращаться к родителям со всеми своими недоумениями и вопросами и затем разъяснять их. Если отец и мать не могут сделать это, то они откладывают объяснения, ищут советы у духовного отца в книге. Детей среднего возраста необходимо знакомить с литературой, которая защищает веру от нападок неверия. Вообще мы думаем, что при глубоком развитии религиозного чувства берега веры едва ли будут легко подорваны такими попытками отнять у ребенка веру. Но во всяком случае опасно оставлять детей с их недоумениями. Вполне понимаем, что для родителей работа такого рода окажется мало исполнимой по степени их образования. Тогда нужно желать, чтобы законоучители осторожны, в простой форме знакомили с действительными взглядами подлинной науки на вопросы веры, чтобы у детей рождалась мысль, что не слишком следует верить нападкам на их святыни. Литература в этом роде есть, она не мудрена и доступна всякому законоучителю. Ряд ответов в краткой форме мы надеемся дать на страницах вашего издания. Епископ Михаил статья Мысль 1915 год страница 226-237 Притчи 22 глава 6 стих Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Серахова 30 глава с 1 по 6 стих Кто любит своего сына, то пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей воздающего благодарность. Хвалить ребенка чаще предлагают психологи и нянечки, затем учителя, но без замечаний дыр не золотают, такие при походке обречены вихлять, а похвалав глаза укус от злой змеи, хотя и слышится от бабушки любимой. Нам Библия советует репертуар сменить, с непослушанием детятки отнюдь не спать в обнимку. Что сделал хорошо, достойная хвалы, так и скажи, что он обязан это сделать, в рот умиленно деточкам не суйте ком халвы, как жестко спать придется тому, кто мягко стелет. Учите одобрение искать в словах Писания, что хвалит Бог, возвышенно об этом рассуждайте. Старичный плод получите, трудитесь неустанно, что Бог дает нам даром, явите безутайки. Смирение, целомудрие, молчание возвысьте, из девочки в девицу стыдливость перейдет, зализывать не надо, лаская словно киску, вам вырастет из котика ночной блудливый кот. Примерами из древности расшевелите совесть, угрозой адских мук гасите пламень похоти, на истинном фундаменте из золота построить, иначе мне вас жаль, уже сегодня охайте. Старайтесь не хвалить, а вместе помолитесь. Благодарите искренне, что сохранил Господь. Учите, научите, иначе ждут в милиции. Плетется вам венец позора и хлопот. Учить детей сохранности и к подвигам ведите. Успеть противостать нахальным пустословам, переносить спокойно пустяшные обиды и покажите многое не вечно и условно. Хвалящийся пусть хвалится, что знает Иисуса, достигнут похвалы, кто верен жизнодавцу. Тот в вечности трапезу с искупленными вкусит, похвал земных не ждал, и им в полон не сдался. 5 апреля 2005 года Игла.